Ставите в тупик, конечно. Сейчас не... Я их 100 случаев веселых, смешных знаю, но сейчас не буду рассказывать. Монголы. Монголы. Татарские. Да, татарские. Иги. Да, иги. 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 Иги, да. Я хочу передать привет Донбассу. Ребята, держитесь там. С вами Россия, с вами весь мир. Время, как космические короли браздят просторы большого Винни-Пуха всех наркалов, так сказать, товарищей, так сказать, и вот работают на грозы. Да, ребят, слушай, вы с Эльфима, что ли, откуда-то я не понимаю? Что, нормально я стою здесь, да? Вот так вот нормально? Вот так нормально? Или вот так вот нормально? Вот здесь это нормально? Вот здесь, да? Итак, здравствуйте. Так, подальше, да? Что-то, я не знаю, очень волнуюсь. Сюда, да? Две? Так, нормально. Вопросы за бабосы называется это мероприятие. И сегодня, как обычно, я буду задавать вопросы людям и за ответы платить бабосы. Вы, наверное, заметили, что в последнее время почти все выигрывают. Сегодня будут все проигрывать. А может быть, короче, я не знаю, как все будет. Давайте, как все? Так, да? Да, Книжка? Сейчас пришел. Я не спросил, как тебя зовут, братишка. Виталий. Виталий. Жена Виталия написала мне в Инстаграме. Откуда ты приехал, Виталий? Я из Томска. А, мы же поболтаем с Виталием сегодня, по-любому. Он сказал, что он соображает во всей этой съемочной движении. И он сейчас смотрит, как все происходит. Оба-на! У нас есть сегодня спонсор. Нормально мы стоим? Да. Так назад, да? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, да? Несколько шагов назад. Один шаг сюда. Вот сюда шаг. Фу, слава богу. Запись пошла. С чего будем начинать? Ну, рули, как скажешь. Так как я за вертушками, я буду сегодня рулить. Рядом со мной сидит Константин. Сидит или стоит? Стоит. Стоит Константин. Константин, ты же не мой одноклассник, нет? Нет. Нет. Ты учился в другой школе. Он учился в другой школе, но в целом мы ровесники. Что там еще надо было говорить? Ты мне приказал что-то говорить, я уже забыл. Не оговорили ничего. Вы что, не оговорили? Ничего. Константин заним... Да расскажи сам, Иси. Занимается чем? Я не знаю. Что-нибудь расскажи. Друзья, занимаюсь ремонтом и строительством. И сегодня заказываю у Жени, негодяя, рекламу. Занимаюсь строительством домов, ремонтом квартир. Он тебе подсказывает, Виталик, больше тебя знает. Занимаюсь ремонтом квартир, ремонтом домов, строительством домов, отделкой там допустим, да? Что-нибудь такое, установкой там. Я просто думал, ну, не знаю в каком контексте все у нас это будет смонтировано. Друзья, всем привет. Жаль, не будет никакого. Никакого монтажа. Все как есть, делаем всегда. Друзья, всем привет. Меня зовут Садик Константин. Я занимаюсь строительством и ремонтом квартир. Строительством домов и ремонтом квартир. В Санкт-Петербурге, в Явленной области. Все? Ну, слава богу. Ты будешь сейчас участвовать в этой лабуде? Да. Как участник? Ну, это, конечно, замечательно. А здесь-то в чем смысл игры вот этой? Сейчас ты отвечаешь правильно. Косарь ты не получаешь, потому что ты спонсор. Что ты будешь? Косарь туда-сюда кидать? Сам себе кидать будешь, косарь? Нет, не ответил на вопросы. Косарек мне закинул. Понятно? Жесткие условия, но давай. Чтоб был какой-то этот? Азарт. Азарт, да. Гимнастику сделай. Как называется порода карликового доберм... Конечно, да? Как называется порода карликового добермана? Слушай, я думаю, этот вопрос на суперигру должен быть. У меня такая собака. Чихуахуа? Сам ты чихуахуа. Все люди на этой планете думают, что карликовый доберман – это отпрысок добермана. Но все, кто так думает, лысого вам кренделя, лохматого, яиц кошачьих – это все неверно. Потому что сначала появился мой пес Зохан, а потом уже мужик по имени Доберман всю жизнь хотел состругать вот этого моего маленького Зохана, только большую псину. И у него не получилось ни черта. И его кореш все-таки это сделал и назвал в честь своего кореша по имени Доберман. А порода называлась эта? Как она называлась? Ты что, мою псину не видел ни разу? Я не помню, что я. Как Доберман, только маленький. Давай начнем с полцкалской. Лех, иди сюда. Леха видно? Лех, поскажи ему, как мою псину порода называется? Доберман. Цверх, пинчер. Все? Пинчер? Цверхпинчер. А, цверхпинчер. Пинчеры, они чуть-чуть побольше. Что-то среднее между цверхпинчером и Доберманом. А цверхпинчер, он мелкий, такой коренастый, такой бешеный, красивый пес. Это как у меня, Зохан. Ну, угадал даже с подсказкой. Сейчас будет фотография моего Зохана, смотрите. Сейчас была фотография моего Зохана. Ну, Лехин спасибо скажет, че все. Вопрос следующий. Как называются фрукты или сладкие блюда, подаваемые в конце обеда? Десерт? Да? Кожаная прям. И куртка тоже все кожаная. Кожаная. Кто озвучивал Волка в мультике? Ну, погоди. Я не знаю. Какой-то актер. Бриллиантовая рука. Шеф, куда поедем? Он говорит, у вас ус отклеился. Все, я понял. Но я не знаю, как вы завтра. Да? Серьезно. Виталий, поможешь ему? Иди сюда. Я фамилию. А, не знаешь фамилию. Я не знаю, кто меня зовут. А жена поможет нам твоя? Нет, это не Королев. Жена! Поможешь? Не поможет. Крамеров? Санты Крамеров. Господи, подсказчик. И одни подсказчика создали здесь. Ой, я даже не знаю, что с вами делать со всеми. Это, конечно, такой лютый проигрыш. Это позор какой-то. Можно я поблокочусь? Да. А поближе нормально? Нормально мы стоим, да? Бошку не срезает, ничего там. Слава богу. Все, проигрыш. Как называют в Польше людей, мужиков? Мы говорим товарищ, кто-то говорит джентльмен, кто-то говорит сэр, а он говорит в Польше или на Западной Украине. Западенцы, как говорят. Я один раз приехал на Западную Украину, захожу в автобус, и там этот говорит, мужик один. Пан Вадди! Когда поедем? Пан. Какая фамилия у человека, который озвучивает Волка в Ну Погоди? Панов? Почти. Панин? Нужна подсказка Виталика. Снимай наушники и иди сюда. Это, конечно же, Папанов. Возвращайся обратно, Виталик. Так, спасибо Виталику за эту подсказку. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос у нас творческий. Когда-то я просил людей петь песни, когда-то я сам пел песни, когда-то я что-то там еще делал. А сейчас я хочу, чтобы ты мне рассказал какую-нибудь смешную историю. Может быть, анекдот? Анекдот? Да, или смешная история жизни. Давай я буду держать. Больше я обниму тебя. Сюда мы уже переболели всей этой херней. Анекдот про строителей. Анекдот про строителей. Пойдет. Договорились, Бог с дьяволом, построить мост между Адом и Раем. Чтобы с Рая люди могли спуститься, посмотреть, как ужасно в Аду. А с Ада пройти, посмотреть, как хорошо в Раю. К назначенному времени выходит дьявол к мосту. Видит свою половину, поднимается. Все в мраморе, там, с подсветочкой. Все супер вообще сделано. Доходит пол моста и все, пропасть. От Бога ничего. Он к нему подходит, говорит, слушай, ну договаривались же. Пол моста мои, пол моста твои. Что не так? Бог говорит, слушай, обошел весь рай. Ни одного строителя. Извини, пожалуйста, я не знаю, где я летал, в каких облаках, но я ни слова не услышал. Потом, когда я буду монтировать видео, я клянусь тебе, я буду смеяться. На земле есть существо, которое можно назвать бессмертным. Этот вопрос придумали зрители из Тики-Така. Я есть в Тики-Таке, я делаю там прямые эфиры. И чтобы самому вопросы не придумывать, там люди придумывают вопросы. Один из людей такой вопрос написал, я потом проверил. Да, возможно, это существо бессмертное. Оно как бы перерождается. То есть оно вроде как сдохнет, это вот плюхнется. Потом бэм-бэм-бэм, оп, опять нарисовалось. Не знаю, с теми же мозгами, с теми же кровеносто-сосудистыми ДНК. Какие-нибудь вставки парагана? Нет. Нет? Это насекомое? Нет, это в воде плавое. В воде? Да. Без понятия. Рыба? Рыба-меч. Ну, любая, не знаю. Не имею варианта. Не знаешь, да? Не знаю. Это что, проигрыш получается? Что там плавает вот эта вот жижа? Плесень? Жижа прозрачная. Медуза? Медуза. Медуза. Все верно, да. Да, все верно. Есть какие-то медузы, которые могут жить вечно, а не бессмертные. А в этом было изданно, издавна недавно было создано это мировоззрение, это понятие. И поэтому все так происходило, там произошло изначально. Я как, а я кандидат наук и с тремя высшими школьными образованиями, констатирую этот факт, что да, такое, возможно, бывает и будет жить. Все, ты победил. Пока мы будем сейчас с Виталиком кудахтать здесь, теребойкость, доставай валюту, чтобы я мог дарить это людям. А, мы же забыли сказать. В описании будет канал Костяна, а он действительно занимается стройкой. Это все были не шутки. Делает красивые, хорошие ремонты. Сам, своими руками, весь грязный, в этой робе, постоянно. Все уже, ты уже не своими руками делаешь? Уже не своими, да. Как прораб, получается? Ну, чуть подрос еще, уже и не прораб. Да? Ты молодец. Немножко. Ты делаешь качественно, круто, но это не дешман. Не, не дешман. Естественно, все качественно, ценник. Назвучивать не буду, ну, выше среднего, наверное, или среднего, так. Ну, я видел фотки твои в Инстаграме, там все очень даже круто, очень все серьезно, конечно. Ты молодец, молодец, Костян. В описании будут его ссылки, не ссылки, а в YouTube-канале будет видос, где зачем-то Костян будет мне вопросы задавать, а я буду на них отвечать. Ну, как зачем-то, чтобы вы перешли и позырили. Не убегай далеко, все. Все, никому ничего не показывай. Да, надо, все, иди, иди, бери наушники, наушники бери. Ну, что, может, мы пока заранее тогда сюда будем встанем. Слушай, я вижу, ты соображаешь. Куда вставать? Ну, сюда, наверное, немножко. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Ёлки-палки. Виталик, твоя жена уже участвовала в этом шоу, а я и не знал, когда мне написали в Инстаграме, я не стал смотреть фотографии. Я просто написал, я буду... Вони ли я. Она же написала, не, а не ты. Давай ее пригласим, пускай ее вся страна увидит. Иди сюда. Я участвую тоже. Будешь тоже участвовать? Света? Да. Света? Ну, подойди сюда, Света. Да, Света уже была в этой передаче. Год назад, ровно год назад. Обалдеть. Поговорим на нескрытых. Жека! Дану! Как зовут? Меня зовут Света. Мы ваши подписчики. Да? С кем-то? Женихом. Женихом? Да, я такая думаю, если я в Питер приеду и, честно, случайно увидим. Слушай, еще прямо сидите и смотрите видосы, да? Да, каждый день. Каждый день. Когда они выходят, он такой, так, у Жеки уже это, вышел. Представляешь, что? Сфотографироваться. Не, нет, еще приколышься. Я не фоткаюсь. Нет? Конечно. Ты все уже сфотографируешься? Да, я, я то самое, я вообще не люблю фоткаться, не фоткай меня. Ну, ладно, ладно, фиксим. Как я, нормально вообще? Жека, ты просто, ну, делаешь такую вещь, что мы потом покупаем книжки, чтобы себя... Серьезно? Чтобы хоть что-то знали. Баралдеть. Откуда вы приехали? Мы отсюда приехали, прилетели из Томска. Это порядка, ну, короче, там трех тысяч миль. Скажу так, что нам S7 за это дал сколько? Четыре тысячи восемьсот бесплатных миль, на потом, если что, слетать. Вот так вот примерно. Нет, там миль они начисляют, там не километр. Вот, короче, далеко. Вот, это был, скажем так, один из поводов сюда вот слететь в Питер, чтобы еще с Жекой познакомиться. Ну, так, как, руку ему пожать в конце концов. Уже это сделали. Ну, и на вопросики поотвечать. Мощно, Вася, мощно. Тренировался. Это его версия. Моя версия такая, он не хотел ехать в Питер, сказал, если только с Жекой встречусь, я говорю, бери подарок, значит, возьмем подарок и встретимся с Женей. Так, кстати, ты его взяла? Да. Будет подарок? Да. Кайф, кайф. Вопрос хотел задать, забыл. Потом, да. Виталян. Виталян из Омска. Томска. Да какая разница? Это все одно там. Это знаешь технологии? Ух, ищ, ищ. Микрофон хороший. Первый вопрос. Птичка, которая может летать задом наперед. Задом наперед? Это не может быть калибри, допустим. Да. В то время, как космические короли праздят просторы большого Винни-Пуха, всех накаловской товарищей, таскетеры, да. И вот, работает на первый раз. Слушай, вы селефима, что ли, откуда? Нормально все? Да, абсолютно нормально. Поляпит, да, что мы сейчас хорошенько так? В смысле, что еще раз? Поляпи ему треснешь. А. Чтобы он не расслаблялся. Чтобы он не расслаблялся? Да. Что он там? Что он там? Пусть он отдыхает, отдыхает человек, да. Я с тобой согласен. Абсолютно. А где, сейчас мы вопросы-то решим? Подожди, секунду. Можно, да? Давайте. Красиво стоим? Да. Красиво. Что там, калибри? Ну, я предположу, калибри. Калибри. До 1923 года, как назывался, турецкий город Стамбул. Я же недавно это видел где-то. Тоже в таких же передачах. Стамбул. Так, до Стамбула. Там еще, по-моему, на А что ли, буковка такая? Нет, я уже знаю, это оператор явно. А? Нет, не на А? К, на К. Так. На К, значит, сам. Надо перебрать все города в голове, которые были бывшими. На К. Помнишь, как меня зовут? Константинополь, блин. Прощур слона. Прощур слона? Прощур. Я не знаю, куда там ставится ударение, но то, что это слона, это точно. Так, а что же это такое? А ты знаешь, что такое прощур? Ну, это предполагает за то, что держит его, да? Это предок. Предок? А, нет. Я об этом узнал, знаешь, когда? Сегодня. Позавчера. Ну, почти угадал. Прощур – это предок. Слона мамонта? От мамонтов, да? Да. Четвертый вопрос творческий. Какая-нибудь веселая история, может быть, постыдная история, а может быть, это просто анекдот. Пошлый можно? Не можно, а нужно, необходимо. Давай. Что, мне взять этот телефон? Да, да. Ну, вот, значит, анекдот такой есть. Значит, сидят мужики в лесу, отдыхают сами по себе, немножко длинновато будет. Отдыхают, жарят шашлыки, там все дела, тут басками прилетает летающая тарелка. Выходят оттуда вот эти вот неопознанные летающие вот эти вот человечки такие и говорят, короче, ребята, у вас есть три дня, три дня на то, чтобы нас удивить. Если вы нас не удивляете, мы вашу землю сотрем в труху и улетают. Ну, значится, мужички что думают, а что тут делают, как же их удивить. Женщинами нашими их не удивишь ты особо, там, что-то вкусной едой тоже вряд ли. И мимо, значит, проходит то ли егерь, то ли лесник такой. Егерь? Егерь. Да, егерь. Хорошо. Лесник там, не важно. Просто какой-нибудь охотник, значит, с добычей. Игорь. Игорь, лесной охотник с добычей идет, мимо них спрашивают. Мужики, а вы что-таки грустно-то сидите? Ну, и говорит, типа, вот, имплентяне прилетали, обещали нас всех в труху, значит, сломать, не сломать, а неважно, короче. Вот, и если мы их не удивим. Расщепить. Расщепить в труху. Если мы их не удивим, там, в течение, там, трех дней. Точнее, через три дня. Ну, говорит, да есть же один вариант. Давайте так. Вы меня закапываете в землю, ну, так, немножечко, да? А мое достоинство наружу вытащите. Вот. И скажете, вот это у нас будет чудо-цветок. Вот если ты этот цветок, скажем так, потрогаешь, он вырастет мгновенно. А если ты его еще и оближешь, то он плюнет тебя чем-нибудь. Ну, а мужики подумали, выхода другого-то нет, все равно. Давайте так и сделаем. Ну, закопали, значит, они этого лесника. Пошли отдыхать. Через три дня подготовили все. Прилетают инопланетяне. Ну, они объясняют, значит, эту инструкцию, вот, мужики инопланетянам. Что вот, типа, значит, потрогаешь его, встанет. Полижешь, он еще и плюнет. Ну, инопланетяне, значит, там целый день играли с этим чудо-цветком. Довольные улетели к себе там на главному боссу инопланетному. Ну, и рассказывают, типа, вот, короче, нас, планета Земля. Земляне смогли удивить. Ну, говорит, ну, хорошо, окей. А вы его дергать-то пробовали? Ну, пробовали. И что произошло? Да корнеющий как встал, а как тебе долбануло, да и все. Вот такой вот, нормальный такой анекдотик длинный. Я не знаю, как ты будешь монтажить. Ужас просто, я не знаю. По ритму, конечно, просел люто. А? По времени? Да. Что значит Infinity? Infinity? Бесконечный, по-моему, или неизвестный. Все. Все? Ты намного умнее нашего спонсора Константина. Ну, не лафи это. Ну, металлостроевский не особо блистаем умом, говорится, но, как говорится, так и говорится. Не вылетели, бабосы? Да нет, не вылетели. Просто у тебя была... Ты пока что-нибудь приветом ко мне... В общем, я переводаю всем привет всем тем, кто меня сейчас смотрит. Томску передаю тоже большой привет. Благодарю тебе большое спасибо, Женя, что ты дал мне возможность поучаствовать, тут немножко порулить всем этим процессом. Конечно. Вот, представь себе, вот весь вот эта вот вся движуха, она превратилась в такой некий культ. Ну, люди всегда садятся, там, плют чай, кушают и смотрят новые выпуски Негодяя ТВ. Это стало реальностью уже. Вот так вот. И ждете, думаете, сука, не снимает эта скотина бородатая, да, уже две недели нету видоса. Да, да, ругаешь тебя, потом смотришь выпуск новый, ты прослаждаешься. Я вот благодаря тебе, Павел, недавно узнал, что, оказывается, Питер был то ли основан, то ли переименован в 1703 году. Обоснован. Обоснован. Я правильно сказал сначала. Конечно. Обоснован. Подарок, да? Да, говорю, чтобы какой-то подарок приготовили. Женя ждет подарок. Это? Это из Томска. Это облепиховое, облепиховое, таюжное из сосновых шишек. Не болел. Господи, какая прелесть, какая прелесть. Сегодня же съем эту баночку целиком, прям проглочу. Ну там, по инструкции. Спасибо, ребята. Будем прощаться? Да? Не хочешь? Или придется? Придется, наверное. Придется, придется. Надо еще окучить парочку людей, там сиса горит сегодня, вот, смотри, еще костян-то натворил. Да. Обогатил, обогатил, еще костян-то оставлю себе. Икры возьму, красные две баночки. А что у него нет? И хлеб. Я говорю, тысячу всего лишь оставлю себе. А. Из всего, что дал костяк. Все остальное людям. Понимаешь? Правильно, правильно. Икорочка возьму себе две баночки по 50 граммов. И булочки. Да маслицем, как намажу сегодня. До чайок с бергамотиком. Да с облепиховой сосновой шишечкой. Вот на эту баночку сяду сегодня. И будем сидеть до жизни радоваться. Пока. Светлана. До свидания. А, прощаем. Будем фоткаться. Обязательно фоткаться. Обязательно. Обязательно фотографироваться. Обязательно привезла. Нет, он действительно твой поклонник. Ну, конечно. У меня шапка, видали, сегодня какая? У тебя в прошлый раз такого не было? Да, это я у жены сегодня взял. Ну, типа, чтобы в кадре быть постоянно разным. Давай еще раз прикасуемся. Взаимно, взаимно. Миллионы подписчиков тебе. Спасибо. Спасибо, ребят. Все, пока. Пришли, куда можно поближе встать ко мне. Как звать, величать? Раис. Раис? Да. Прекрасное имя. Меня зовут Женя. У нас передача называется «Вопросы за бабоса». Я задаю пять вопросов, отвечая на них. Правильно, Раис, ты получаешь тысячу рублей. Откуда такое шикарное имя? Расскажи. Мне честно... Мы его... Это, как его дядки назвали, Раис. Потому что брат моей... Это, матери, брат, в честь Раисы. Он когда помер, в честь него назвали Раису. Так дядьку звали? Да. А по батюшке тебя как? Раису, Гарри Фуна. Да? Занимаешься чем? На досуге? Ну, пока ничем не занимаюсь. Вот. Просто работаю в этой... Столовую работаю, грушиком. На Василийском островую работаю. Что, почем там по бабосикам? По бабосикам нет. Ну, примерно 30 выходит. Тридцатка в месяц? Ну, примерно. Сколько кайлом-то махать надо? Каждый день? Не каждый день, два через два. Ага. Ну, давай начинать еще. Да? Да. Кто лохматил Русь в течение примерно 300 лет? Давай так вот встанем, чтобы так ты будешь туда смыть. Леха, так нормально стоим, да? И чуть-чуть правее. Кто 300 лет бубенил по Руси примерно? Вот сюда, вот сюда. Раиса, давай сюда. Давай сюда. Поближе сюда можно? А если что, неправильный вопрос задам. Что, проиграл? Да не, что? Блин, лохматил. Ну, 300 лет на беге делали они, паразиты. Блин, я не знаю даже. Примерно в 1230 году это началось. И 300 лет, представляешь? Да, они им платили. Наших девок им поюзать давали. Это не в Руси, а... Руси, Русь. Киевская Русь еще. Русище. Ряхище. Руси. Мудичи. Мудославовичи. Тарасовичи. Бульбовичи. На конях-то. А, типа европейцы, типа... Нам нужно поближе встать, да? Давай поближе встать. Как-то все это у меня... Ну, типа эти... Монголы. Монголы. Татарские. Да, татарские. Иги. 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 Все. Ну что ж, поскакали, потрещали. Там у нас точно плей нажат? Ну-ка. Нет. Фу, слава богу. Мешенька, напугал ты меня. Как называются краски, разводимые на воде? Краски на воде? Да. На воде, чтобы разводить? Разводить. Блин, это... Сложный вопрос. Да это вообще легкий вопрос. Это... Вот у меня дочка есть. Мы покупаем вот эту вот краску. И там даже написано на упаковке. Это... Вот эта вот... Краска родная. Ариэля вот эта вот. Не Ариэля, а по-другому она называется. Да-да-да-да-да-да. Как по... Смешно. Смешишь его. По-английски. Как вода. Не знаешь? Вода я не... Блин. Есть... Есть... Это... Продается Святой источник, а другая вода, что подороже вот эта, иностранная. Она аква, понимаешь? Акт. Да. Аква. А... Ёшкин-то кот. Эти краски так и называются. Аква... Акварель. Акварель. Рель, да. Акварель. Акварель, да. Все верно, видишь, ты... Так, мы постоянно с тобой ходим туды-сюды вот. Вот так вот, да, Леш? Что бы я делал без Лехи? Третий вопрос. Ой, ёп, макарек. Так, давай какой-нибудь другой вопрос. А сколько тебе годиков-то? Тридцать пять. О, это и был третий вопрос. Итак, четвертый вопрос. Какая-нибудь история веселая из твоей жизни? Это творческий конкурс у нас. Новая рубрика. Хочешь, песню споем какую-нибудь? Такие песни не знаю спеть. Я просто, когда с девушкой познакомился, была такая история, что вот, не доходя до автобуса, я, короче, упал, а тут как раз, ну, я отрезок был. Только зашел, блин, и цветами, у меня цветы зажали, блин, цветочки беру я, цветы, розы, красные розы, целый букет беру, девушки, и хотел подарить ей, она в автобусе осталась, это было смешно, вообще, она не поверила, она сама уехала так, а у меня розы остались внутри автобуса, просто зажала, короче. Руку? Да, не руку, а цветы зажала. Да, лёшку. Вот это смешно было. Это клёвая история. Это когда, сейчас скажу, неделю только познакомился, и вот, это было смешно. Ну что ж, спасибо тебе за эту прекрасную историю. Пятый вопрос. Пьёшь? Ну, выпивай. Так. Да? А чё, веренка? Ну, хоть чё. А? Хучёк. Не пивай, всё подряд. Что кучё? Хучёк выпивай. А чё такое хучёк? Нет, хоть чё выпивай. Хучёк? А, хоть чё? Да, да, да. А зачем? Просто выпивай. Изредки выпивай. Так? Почтично не пью. Да? Ну, сейчас выпивши. Ну, сейчас да. Маненько, да? Да, да, да. У меня просто батя, он на днях помнит. Ага. Я даже и поехать не могу, блин. Ну, ясно. Да. А куда ехать надо? Орибургская область. А, ты оттуда? Да. Ну, понятно. Ты победил, я думаю? Что тут тебя мучить с этими игами, акварелями, да? Сейчас вот ты шонку дашь. Дам тебе. На что потратишь, скажи мне? Да, я думаю... На, держи. Что? До полдороги доехать. Да? А сколько надо денег, чтобы на дорогу доехать? Ну, туда столько денег не будет. 7 тысяч нужно. 7 тысяч, да? Ну, ты же работаешь, что? Заколбасишь. 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 Ну, ладно, что? Давай удашься тогда. Много ты не бухаешь. Ты парень-то молодой такой еще, симпатичный. Все, давай, респект тебе, Лазуха. Давай вот это, бахнемся вот так кулачком. Здравствуйте. Так, вот мужик. Мужчина, здравствуйте. Не хотите поучаствовать в нашей передаче? 5 минут! 5 минут? Да, домой просто очень хочется, понимаете? А мы уже 2 часа здесь, это все, кайлом машем, не можем успокоиться. Меня зовут Евгений. Максим Мужчин, очень взаимно приятно. Сейчас я вам задам 5 вопросов, ответя на них правильно, вы получите приз. Понимаете? Как великолепно. Есть стимул, да. Конечно. Вы куда путь-то держите? Домой. Кайлом, что ли, махали сегодня? Нет. Ну, в каком-то смысле, да. Что делали? Деньги зарабатывали. Никому не рассказывайте. Нас будут смотреть миллионы людей. Чувствуете, кто здесь? Итак, поехали. Поехали. Именно первых собак космонавтов. Первые собаки? Сейчас вспомню. Серьезно? Забыл. Да? Сейчас я не помню. Ну, давай сейчас я быстренько подскажу. На какую букву хотя бы? Ну, одна... Белка стрелка. Да, да, да. Так, нам говорят, Алексей, чтобы мы немножко сместились налево. Налево. Вот сюда налево. Камера немножко смущает, понимаете? Если бы мы так встретились без галстуков, я бы сожжил. Ага. Второй вопрос. Все говорят, что именно Александр Греем Белл замутил это. Замутил? Именно... Создал. Я там порой говорю очень изящно, марцепично устрицы. Александр Белл? Ring my bell, read my bell, bell. Белл. Что такое Белл? Белл, да. Я тоже не знаю. Не знаете, да? Не знаю. Что это такое? Не могу сказать. Что это такое? Что это такое? Вот это у вас в руке? Да. Телефон? Телефон. Писуй телефон. Возможно. И пускай, может быть, кто-нибудь первым сделал это другой, но у меня в телефоне напишется, что это телефон. Да? Угу. Не надо грязи в комментариях. Умничать не надо. У меня четыре средних, неполных, высших школьных образования, между прочим. Круто. Третий вопрос. Глубина этой щели около 11 километров. Марианская плодина. Совершенно верно. Четвертый вопрос, он творческий. Расскажите, Максим, пожалуйста, какую-нибудь веселую историю из вашей жизни. Красненько. Веселую историю? Ну, я не знаю. Чаще, наверное, все-таки более трагичный момент. Веселую. Ну, весело было, как я приехал только первый раз в Питер. Я забыл, 94-й год. Ну, я сам с Донецка. И, как бы, вот это вот время, как бы, я приехал. Бежу на второй полке, знаешь. 11 часов утра, на московский зал приезжаю. Меня боят. Максим, вставай, вставай, Петер. Я к нам и стою, какой Петер ночь на дворе. А декабрь месяц. Все рассмеялись, как было смешно. Надо было выходить. На нас 11 часов уже солнце светит в декабре. Ну, обхохочешься? Ну, на веселое. Вопрос последний, крайний, пятый и победный. Какие горы переходил Суворов? Альфа. Я вас поздравляю. Передайте привет кому-нибудь. Это видео будет опубликовано во всех социальных сетях, которые есть на этой планете. И вас увидят примерно, я не буду, конечно, тут утрировать, но около 4 миллиардов тысяч евро, долларов, человек. Я хочу передать привет Донбассу. Ребята, держитесь там. С вами Россия, с вами весь мир. Вы выстоите, мы держимся. И мы за вас. У меня есть подписчица в ТикТоке. О, муза у нее так. Она из Донбасса. Это ваш пресс, пожалуйста. До свидания. До свидания, Максим. Приятно было познакомиться. Кстати, я, может быть, буду баллотировать от президента. На предвыбранную кампанию присылаем донаты. Хороший идет, хороший идет клиент. Мужчина, есть времечко у вас немножко? Вот смотрю я на вас и думаю, как хорошо бы вы смотрелись в моем кадре. Я бы вам задал пять вопросов, вы бы на них ответили, я бы вам как подарок подарил бы. Давайте поближе. Никакого компромата. Все про власть. Шуткую я, мы про них не говорим. Потому что, если мы будем про них говорить, нас всех пересадят. Поближе, давайте поближе встанем. Как вас зовут? Евгений. Меня зовут Евгений. Как вообще делишки-то у вас? Вышел прогуляться. С чем? В выходные. А где обычно работаете? Ну, я не буду рассказывать. Профессионально. Самое главное, никому об этом не говорите. Договорились? Хорошо. Все. Заметано. Я вам тоже не расскажу, кем я работаю. Ну, ладно. Я вообще никому об этом никогда не говорю. Еще чего? Вообще я по специальности электрик, это не секрет. Пожалуйста. Но, как бы, место работы, конечно, обычно не называют. Ну, хорошо. Давайте тогда и я расскажу. Я по специальности егерь. Огромный остров или континент, затонувший в океане так давно, что о его существовании уже мало кто верит. Знакомая. Аж кто сказал? Не помню. Тида. Первые четыре буквы. Не знаю такого. Ну, типа она затонула. Это был... А, Антарктида же, да? Нет, нет. Не Антарктида, а Атла... Атлантида. 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 Да, да, да. Атлантида. Все верно. Все верно. Вы просто немножечко подзабыли. Второй вопрос. Метательное орудие... Ой, подождите. Метательное орудие... Подождите. Рыганул. Метательное орудие австралийских аборигенов. Скорее всего, или копье, или это может быть любой железный камень. Оно возвращается обратно. Ну, это может быть и бумеран, конечно. Это бумеранг. Третий вопрос. Похищенная девцом деваха, именем которой названа часть света. Ева? Нет. Очень близко. Часть света. Напополам бахаем. Там азиаты, а тут... Европейцы. Ну, вы... Ева, не... Европа, ёшка. Европа. Европа. Четвертый вопрос. Рубрика по креативам. Расскажите какую-нибудь веселую, смешную, коротенькую историю. Ставьте в тупик, конечно. Сейчас... И очень... Их сто случаев веселых, смешных знаю, но сейчас не буду рассказывать. Не лежит сейчас на душе. Креатив. Я могу рассказать своими словами. Сейчас политическая ситуация про Украину. Значит, что происходит? Значит, президент Америки Байден говорит украинцам, что вы, пожалуйста, готовьтесь к нападению, к нападению России. Оно будет очень скоро. Вот. Но мы вас защищать не будем. А это самое... А Байден говорит, ну, вы нам это самое... Хоть как-то помогайте. Помогайте нам. Введите санкции против России. Байден ему говорит в бой. Но мы санкции вводить не будем. В общем, такая ситуация, что на Украину давят. Это и это говорят в бой. А вырывать сами не хотят. И санкции тоже вводить против России не хотят. Вообще ничего не хотят. Но предлагают им воевать. При этом под розунгом, что нападает на них Россия. Вот такая... Ну, это прикол. Они бы лучше шлем бы нашли. Да. Ты бы лучше шлем нашел. Помолчи. Старый воин, участник войны в прошлом? Старый воин, ветеран, наверное, нет? Любой участник войны, ветеран? Все совершенно в точку. Вы победители в нашей передаче. Я прошу вас, если у вас есть какое-то вот такое вот или другое какое-нибудь бешеное желание, передайте кому-нибудь привет. А если не хотите передавать, не передавайте никому никаких приветов. Ну, меня бешеного нету, так что... Без приветов? Ну, я думаю, кто привет хочет, тот уже, так сказать, увидит. Получит, да. Получит. Откуда у меня эти 100-рублевые, а костер-медал? Это тот приз, который вы заслужили сегодня. Чудрый. Нормалды? Нормалды. Кайфово же, да? Ну, даже не знаю, я бы вас поблагодарил тоже. Да нет, что благодарить сегодня. Ваше присутствие – это уже благодарность, понимаете? Присутствие в моей передаче – это чудесно. А вы будете где-то на ютубе? В ютуб это будет, и тикток это будет, и яндекс.зен. Везде потихонечку опубликовываемся, как говорится. Между прочим, я сам радиолюбитель, и сам на ютубе есть. Но я не буду называть твой канал. Назовите, что, пускай люди посмотрят. Что нет-то? Нет, они найдут его сами. Поэтому я пока не хочу. У меня канал мало, 500 подписчиков. Тут сейчас мы про него скажем, будет 1000. Ну, вы не знаете, нет, пока это не… Ну, потому что тема очень специфическая. Там исключительно транзисторы, радиотехника. В принципе, меня кое-какие люди уже знают. Так, может, кому зайдет? Скажите, как канал-то называется, ну что вы? Ну, вы знаете, я там… Фотокарточка моя, там меня, если что, люди увидят. У меня два канала. А на втором я веду лекции по радиотехнике. Ну… Вот смотрите, сейчас сидит зритель и такой думает, блин, мне как раз это надо. Он думает, ну почему вот, почему не могут сказать название канала? Совесть есть вот, будут же меня ругать за это хаос. Хорошо, один канал я назову, это Atomic Effects. По-английски? Да, по латинскими буквами. Atomic Effects. Atomic Effects. А знак подчеркивания, по-моему, Effects. Еще и подчеркивание? Да, Effects. Да. В ютубе? Да. Atomic Effects. Да. Ну все хорошо. Я даже, по-моему, могу его показать. Ну покажите всей стране, чтобы она увидела это. Ну… Еще секундочку. Да нет, это и так ништяков. Полностью название видно. Вот так, давайте. Вот так. Лех там сфокусировалась, посмотри на нас. Моя башка. Еще башка. Atomic Effects видно? Все. Ну все. Ну все, давайте тогда прощаться. Да. Да, до свидания. Спасибо вам. Всего доброго. Будем все завязывать уже, будем на сегодня. Всего доброго. Дорогие друзья, в описании будет ссылка на тот прикольный, смешной видос, который я даже смонтирую для Костяна, чтобы он ничего там не накосячил. И будет, мне кажется, весело посмотреть, как я там туплю, а я там реально туплю. Несмотря на свои все высшие образования. Как я мог? Как я мог? Как я мог? Пишем в комментариях, если нечего написать слово выхухоль. Не просто выхухоль, а написали выхухоль, а потом какие-то приятные слова. Например, вау, 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 женек. Так, несмотря на то, что видос был сегодня какой-то затянутый, все равно хочется смотреть всего до последней секунды. Да пускай твои видосы будут по полтора часа, да вообще без монтажа. Будем смотреть как дьяволы. Будем всем своим друзьям эти видосы рекомендовать, опубликовать и прочая вся эта лабуда. До свидания. Всего доброго. Прощения. Доскональная. Поехали. Этоảngе tentая путь. Субтитры сделал DimaTorzok